Кстати, F-16 такая очень сегодня актуальная тема среди пропагандистов, потому что, ну, во-первых, у нас говорят в воздушно-военных силах, что российская резержетка будет точно знать, когда в Украину прибудут эти истребители. Ну, это будет невозможно скрыть. Но пропаганда уже разгоняет фейки о том, что они якобы и уже есть, и якобы там уже их уничтожили. А для чего это? На кого это рассчитано? Для чего сегодня говорить наперёд то, чего нету? Потому что, когда они будут, и до того момента уже скажут, что, наверное, всё, нас победили в плане F-16, тогда будет очень как-то неприятно, мне кажется, пропаганде России, когда они как-то опять появятся. Для чего эта информация сегодня даётся? Ну, вы знаете, прежде всего, мы не должны исходить из того, что что-либо, что исходит из России, во-первых, соответствует действительности, потому что это, прямо скажем, не всегда так. А во-вторых, имеет значение. Вот, понимаете, ведь вся пропагандистская война, так называемая, она скорее направлена не на российских граждан, не потому что эти российские граждане её не слушают, а потому что мнение российских граждан не имеет вообще никакого значения. Они ничего не определяют. И выборов там всё равно нет. То есть Путину не нужно биться за мнение и за голоса этих людей. А с точки зрения пиара нам всегда красиво покажут и организуют любую картинку каких-то людей, которые будут говорить то, что нужно поддерживать и не поддерживать. Это всё в нынешних условиях стоит копейки. Организовать это очень легко. Все профессиональные люди, работающие в российском телевидении, на российскую прессу, они всё это вам организуют за две минуты. На самом деле, ведь этот пиар, он пропаганда российская, она направлена как бы на нас, потому что мы реагируем на это, и наши голоса важны, в то время как российские голоса и российская реакция не важна абсолютно никому. Ну, наверное, да, можно считать, что всё это делается для того, чтобы как-то подавить нашу уверенность в победе, да, или вселить раздоры, или вселить сомнения. Этим российское руководство, я думаю, обеспокоено. Но, повторяю, у меня впечатление, что фронт, ну, расширяться сейчас не будет, украинский фронт, потому что у России нет возможности для этого, потому что война уже стала позиционной, и там продвинуться сложно не только Украине, но и России, да, с другой стороны, это такая двусторонняя медаль с двумя сторонами, да. А вот новые фронты, они будут открывать, безусловно, мы это увидим в 24-м году. Поэтому, с одной стороны, я не жду никаких прорывов в Украине, на украинских фронтах в 24-м году, мне кажется, этого не произойдет. А вот какие-то новые проблемы и новые войны, и новые фронты, я думаю, в 24-м году мы увидим. И, повторяю, для того, чтобы этого не произошло, нужно менять стратегию войны в Украине, изменить ее могут только союзники от Украины, тут, к сожалению, мало что зависит, потому что, если бы это зависело от Украины, Украина давно бы взяла на вооружение современное оружие, включая ракеты дальнего радиуса действий, наверное, давно бы уже начала бы отстреливаться Российскую Федерацию, и включая Москву, потому что я не очень понимаю, ну, как, так, по правилам справедливости, почему можно обстреливать баллистическими ракетами Киев, и нельзя обстреливать баллистическими ракетами Москву, да. Можно и нужно, просто для этого должно быть согласие союзников Украины, которого пока нет. А на самом деле для принятия всех главных решений есть, ну, вот, буквально 24-й год, потому что у нас может прийти к Трампу власть, к власти в Соединенным Штатах, а это изменит картину мира, буквально, да. Поэтому очень, как бы, рискованно дожидаться этого момента, и было бы очень правильно, как бы, нанести России поражение до вероятного прихода Трампа к власти, это 20 января, 25-й год. Вы сказали, что следующий год может быть какой-то еще один новый фронт, который Россия откроет, новая война. Но в Польше говорят, к слову, что Россия уже прощупывает почву. Стало известно, что вот ракета российская упала на территорию Польши, это уже не первый раз, уже второй раз. До этого мы видели также Румыния, Молдова, там, да, там падали кусочки дронов, все было. И вот в Польше говорят, что Россия специально делает вот все свои эти грязные дела возле границ Польши, чтобы посмотреть, а что будет. Ну, а что будет? Вот есть реакция генсека НАТО. Он говорит, что Альянс отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи с тем, что случилось. Ну вот, и все. Можно ли говорить, что действительно Польша сейчас прощупывает, видит, наблюдает также реакции НАТО, которые, к слову, ну просто наблюдает тоже в свою очередь? Ну, понимаете, у НАТО, как была установка, начиная с 24 февраля 22 года, так и остается установка на то, что главное не допустить расширения этой войны. Поэтому НАТО, как мы знаем, делает все от себя зависящее для того, чтобы в эту войну не войти. И это та причина, по которой Украине не дается современное оружие, та причина, по которой Украине не разрешают использовать это оружие, вообще никакое оружие западное оружие, даже автоматы, да, против для военных действий на территории Российской Федерации или против территории Российской Федерации. То есть Украине разрешают обстреливать западным оружием свои собственные оккупированные территории. Переводим на такой простой язык. И понятно, что провокации будут, и нам их следует ожидать. Этих провокаций было много и на советском уровне, и переброска ядерного оружия в Беларусь – это на самом деле провокация. И заявления многочисленные, не только российских пропагандистов и российских политиков, но и Лукашенко о том, что он будет наносить ядерные удары по Польше и по Литве, почему-то вот две страны были выделены. Это, безусловно, тоже провокация. И, конечно, ну, любым этим провокациям в какой-то момент наступает предел, но проблема в том, что я подозреваю, что в 2024 году мы как раз можем увидеть, тем не менее, начало открытой военной конфронтации между НАТО и Российской Федерацией. Причем это, да, будет спровоцировано, конечно же, Российской Федерацией, а не НАТО. И ясно, что как и вот эти два года, так и последующие месяцы НАТО будет пытаться сделать вид, что война не начинается. Но я не исключаю, то есть подозреваю, не исключаю, боюсь, что она уже началась. Что она уже началась вот как минимум 24 февраля 2022 года. Ну, можно отсчитывать и с 2014 года, отсчитывать это, понятно. Но 24 февраля, как мне кажется, мы уже вошли в мировую войну. Просто учебники еще не написаны, и еще как бы рано подводить итоги этой войны. Но я думаю, что мы уже в ней. И прямо скажем, за 2023 год ситуация ведь в целом не улучшилась. Вот мы же помним, как все это там начиналось в феврале 2022 года, как всем как-то казалось, что можно это прекратить, свернуть, задушить. Но в результате мы перешли в 2023 год. И 2023 год оказался, ну, даже более беспокойным в этом плане. И менее, как бы, предусловленный к оптимистическим прогнозам, да. Не с точки зрения захвата Украины. Потому что я и раньше говорил, что Украина – это только как бы один из фронтов, начатых Путиным. Потому что не надо считать, что все останавливается в Украине. И это, к сожалению, еще одна ошибка, которую сделали и делают западные страны. Они как бы исходят все-таки из того, что конечная цель Путина – это захват Украины. В то время как конечная цель Путина на самом деле соизмерима с конечной целью, например, Сталина, которая к 1945 году была реализована наполовину, да, с конечной целью Путина, как-то не дико звучит. Я понимаю, что это звучит вроде бы дико. И это и есть дикость, да. Но конечная цель Путина – это захват Европы на данный момент. А потом он там начнет уже подумывать об Америке и о том, что Аляска – исконная русская земля. Поэтому на самом деле амбиции у Путина очень серьезные. Русский народ, российский народ за эти два года показал, что с ним можно делать все, что угодно. Кстати, то же самое было во время Второй мировой войны, да, когда советский народ умирал за Сталиным миллионами. Поэтому Путину как бы есть куда смотреть, да, есть как бы что использовать как пример. Поэтому с точки зрения Путина он пока что завоевывает территорию с относительно небольшими потерями. Потому что если посмотреть опять же на миллионные потери времен Сталина, то Путин как бы ведет пока что войну и в формате открытых границ Российской Федерации, да, и не прибегая к тотальной мобилизации, и не перестраивая абсолютно полностью экономику на военные рельсы, да, и при этом теряет не миллионы, а сотни тысяч. Для Путина это достижение. Редактор субтитров А.Семкин